Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссерским пультом Марина Вгородова и Николая Слепцов у микрофона редактор Серглана Антонова. 2 миллиарда рублей составит общая сумма, которую Фонд президентских грантов направит в 2022 году на софинансирование поддержки некоммерческих организаций. С учетом средств, которые предусмотрены в бюджетах субъектов Российской Федерации, грантовая поддержка со стороны региональных властей в этом году превысит 5 миллиардов рублей. Буквально на этой неделе стало известно, что 20 проектов Якутии стали победителями первого конкурса ФПГ текущего года. Что интересно, среди представленных проектов есть такие направления, как охрана здоровья, здоровый образ жизни и другие. И сегодня мы решили встретиться и поговорить с такими грантополучателями, которые работают в области медицины. Итак, как некоммерческая организация участвует в улучшении жизни пациентов? Какую помощь она может оказывать больным? И как завершился для нее год здоровья? Ответы на эти и другие вопросы мы попросим сегодня дать наших собеседников. Итак, это врач-генетик, председатель Ассоциации пациентов со спиноцеребилярной атаксией первого типа и другими нейродегенеративными заболеваниями в Республике Саха-Якутия, отличник здравоохранения нашей Республики Оксана Гаврилевна Сидорова. Здравствуйте. Добрый день. А также врач-нарколог высшей категории, ведущий специалист автономной некоммерческой организации по анонимному консультированию и лечению алкогольной и наркотической зависимости «Лотос» в Республике Саха-Якутия Лия Михайловна Неустроева. Добрый день. Здравствуйте. Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Ну что же, первый вопрос я хотела бы задать Оксане Гаврилевне. Расскажите, пожалуйста, вообще, какова история создания вашего общества – это больные с наследственной атаксией первого типа и нейродегенеративными заболеваниями. Вот очень сложное название. Да, спиноцеребулярная атаксия первого типа известна в Якутии давно, но стали ее углубленно изучать в бытность министра здравоохранения Петрова Прокопия Андреевича, известного ученого-невролога. Вот. По названию аналогов у этого заболевания много. Это заболевание называют болезнь Пьера Мари, мозжечковая атаксия. В народе ее называют по-якутски Сахалы-Бакарар. Имеется несколько, ну скажем, улусов, в которых это заболевание сильно распространено. Вот. И семьи со спиноцеребулярной атаксией первого типа и семьи с другими нейродегенеративными заболеваниями сталкивается с множеством медико-социальных проблем. Вот. Идея создания общества пациентов со спиноцеребулярной атаксией первого типа вынашивалась учеными Якутского научного центра комплексно-медицинских проблем еще давно. С тех пор, когда в 2001 году такими врачами, учеными, как Кононовой, Сарданой и Кононовной, Федоровой, Сарданой и Аркадьевной, впервые было выделено ДНК человека в Якутии на базе медико-клинической консультации Национального центра медицины и было поставлено на поток ДНК-тестирования спиноцеребулярной атаксии первого типа. До этого времени анализы наших пациентов проводились в Америке. Приходилось ждать буквально месяцами. Даже до года. Иногда ожидали результатов анализа. Потом, впоследствии, эти анализы стали делать в Москве. И вот в 2001 году эти анализы по ДНК-тестированию спиноцеребулярной атаксии проводятся в медико-клинической консультации. И в 2020 году, в январе, мы зарегистрировали свою региональную общественную организацию, свою ассоциацию пациентов со спиноцеребулярной атаксией первого типа и другими нейродегенеративными заболеваниями в Республике Саха и Якутия. И сразу же после создания ассоциации мы стали активно участвовать в грантовых программах как по России, так и в грантах главы Якутии. В целом мы подавали заявки на пять грантов и выиграли на сегодняшний день три гранта. Два гранта фонда президентских грантов и один грант главы Якутии. Но мы подробнее поговорим об этих грантах чуть позже. Давайте немножко к самому заболеванию обратимся. Вот вы сказали, что такого рода заболевания присущи для некоторых улусов нашей Республики. Вы можете сказать, для каких и привести некую статистику? Да. Вообще нейродегенеративные заболевания достаточно стали распространенными в последнее время. Значит, это такие заболевания, к ним относятся, к нейродегенеративные. Это болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона. Частота по Якутии – это 52 человека на 100 тысяч населения. И по спиноцереблярной атаксии – это наследственные заболевания нейродегенеративные, нервно-мышечные. Частота – 46 человек на 100 тысяч населения. Наибольшая распространенность это заболевание получила в Абыйском улусе. Есть также пациенты в Таттинском улусе, Усялданском, Чуропчинском, Вленском улусе. Есть не совсем большое количество пациентов в Нюрбинском, в Мирненском, в Олегненском районах. А чем обусловлена частота? Что об этом говорит кинетика? Наверное, проводились какие-то исследования? Да, по итогам исследований можно делать выводы, что это заболевание впервые появилось в Якутии где-то в X-X веке нашей эры. И исторически так сложилось, что наша популяция дважды проходила в силу дрейфа генов, дважды проходила историческая бутылочная горлышко. Это период междоусобных войн, первое. Второе – это инфекционное заболевание кори. В следствии это увеличилось при большой популяции, когда приходит какое-то заболевание или же какие-то войны междоусобные, то конкретно сразу же уменьшается в разы население. Потом опять же идет масловое увеличение популяции. И вот в этот период времени увеличивается в популяции количество этого гена. Хорошо. А почему у вас возникла мысль написать проект и защитить его? Потому что такие пациенты в силу того, что это заболевание не имеет радикальных методов лечения, они разобщены, они испытывают большие социальные и психологические трудности. Ну и, конечно же, наше традиционное здравоохранение, наши поликлиники, врачи-неврологи не совсем справляются с их поддерживающей терапией, их реабилитацией. Поэтому их надо объединять, им надо сообща решать проблемы свои, и тогда им и выживать будет легче. А сколько человек на сегодня объединяет ассоциации? Ассоциации состоит более 200 человек, но есть еще молодое поколение, которое, конечно, у нас в планах их включить в нашу ассоциацию, в их работу. Но там имеются тоже некоторые свои сложности. Какие интересные научные исследования вообще проводятся среди нашего населения по изучению именно вот этих заболеваний? Да, такие исследования проводились. В начале 2000-х годов мы также проводили исследования по поводу дородового тестирования, значит, дородовое и пренатальное ДНК-тестирование спиноцеребулярной такси целью рождения здоровых детей в подобных семьях. Но практика показала, что обращаемость достаточно низкая, и мы обратили свои взоры на уже взрослое население и поняли, что без медико-социальной помощи мы не сможем правильно начать помощь, начинать помогать таким семьям. Ну, какие советы вы можете дать нашим, например, телезрителям, радиослушателям? Каким образом человек у себя может, скажем, обнаружить, может быть, какие-то первые признаки того, что заболевание начинается? На самом деле это заболевание, оно наследственное, и если в семье были родители кровные, значит, родственники с этим заболеванием, то стоит обратиться к врачу-генетику на консультацию, и врач-генетик объяснит, какие шаги надо правильно делать, и имеется ли вообще риск заболеть. Некоторые, бывает, двоюродные, троюродные родственники интересуются этим заболеванием. Конечно же, врач-генетик обязан полностью всю информацию преподнести, и там уже семья принимает решение в дальнейшем, как действовать. То есть это заболевание передается по наследству? Да, только по наследству, да. А какие советы вы можете, например, дать молодым? Если имеется информация о том, что в семье есть это заболевание, то молодому поколению я бы посоветовала правильно выбирать профессию, заниматься определенными видами спорта, при котором снижен травматизм, беречь свое здоровье, и выбирать профессию без ночных дежурств, без больших стрессовых факторов. Потому что это все усугубляет течение и, как бы скажем, помогает этому заболеванию раньше дебютировать. Хорошо. Вы сказали, что именно в Абыйском улусе довольно высок процент заболеваемости, да? Да, потому что в силу исторических признаков то, что с Абыя очень трудно уехать бывает, да, и население там, скажем, живет достаточно скучно. Я знаю, что вы побывали как раз-таки с экспедиции в этом улусе, да? Расскажите о ней, пожалуйста. Какая работа там была проведена? В прошлом году по грантовой программе в марте месяце мы неделю провели в Абыйском улусе, посмотрели мы население в нас слегах Сеганнах, Сутароха, в селе Абый. Ну, в силу, опять же, ковида, пандемии ковида, мы не смогли попасть в несколько населенных пунктов. Значит, мы провели более 320 консультаций. В нашей экспедиции состояли, значит, в составе были врачи-неврологи, врач-невролог, врач-ревматолог, вот, и я как врач-генетик консультировала пациентов из семьи. Значит, мы также делали забор крови на биохимические исследования и на генетические исследования. Также мы прочитали 9 лекций по ревматологии, по неврологии, по генетическим заболеваниям. И, конечно же, оказали методическую помощь специалистам в амбулаториях, в врачебных или фельдшерских амбулаториях и в Центральной улусной больнице села Белая гора. Ну, что Вы можете сказать о том, каким образом люди, например, получают консультации в местной поликлинике и так далее? Ну, состав специалистов достаточно хороший, да, в посёлке Белая гора, но по нашей поездке мы сделали заключение, что не все снаслегов могут попасть именно на приём в поликлинику, в поликлинику посёлка Белая гора. Там, конечно, есть особые свои транспортные трудности в том числе. Хорошо, об этом мы поговорим в следующей части нашей программы. Дорогие друзья, сейчас мы прервёмся на небольшую рекламную паузу. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы говорим о врачебных некоммерческих организациях, которые проводили свою деятельность в Год здоровья в Республике Саха-Якутия по программам Фонда президентских грантов. И сегодня у нас в гостях врачи, которые работают с больными, с алкогольной и наркотической зависимостью, а также с пациентами с наследственной атаксией и другими нейродегенеративными заболеваниями. Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. А у нас режиссёр показывает, что есть телефонный звонок. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте. Слушаем вас. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Прямая перда. Да. Это мы брат, какие-то мы. А брат, да. Гости. А? Гости, студии, врачи. Пожалуйста, задавайте свой вопрос. Здравствуйте. Я насчёт интерната. Дом-интернат переставелых и инвалидов лежу, да. Там вообще не этот, не переходит. Почему так, а? Мы же люди. Хорошо, мы поняли ваш вопрос. Но он не совсем относится к теме нашего разговора, поскольку мы говорим о тех организациях, которые получили гранты, которые работали, да, именно вот по определённым направлениям, да. Ну, хорошо, давайте продолжим наш разговор, да. Оксана Гаврилевна, какие мероприятия в целом были проведены за отчётный грантовый период? Да, наш грантовый, значит, проект стартовал в прошлом году, 1 февраля. Сложности были в оформлении, значит, документов, вот, оформлении токена, потому что наши все финансовые проводки, все проводились по бизнес-онлайн через Бирбанк. Вот в этом были определённые сложности. Значит, мы сразу же в первый месяц выпустили брошюру, информационную брошюру для пациентов и членов их семей, и выпустили для них самонаблюдение для наших пациентов. Вот, также в марте месяце мы выехали в обыске УЛУС-экспедиции в составе вот пяти врачей, вот, и проводили конференции, вебинары для пациентов, проводили индивидуальные консультации. И на сегодняшний день поддерживающую терапию в отделении неврологии Центра нейродегенеративных заболеваний, Клиники Якутского научного центра комплексных медицинских проблем, получила более 50 пациентов со спиноцеребрярной атаксией. Вот, и на деньги гранта мы также, на средства гранта мы приобрели, значит, многофункциональное устройство для регистрации базы пациентов наших со спиноцеребрярной атаксией по всей Якутии. Вот, в настоящее время мы готовим годовой отчёт, финансовый и аналитический, и сложность оформления годовых отчётов в чём, да, что, так как деньги федеральные, отчёт очень подробный, и каждый этап мы должны обязательно подтверждать фотофактами, документацией очень чётко, вот, так как это наш, для нас это первый грант, то есть мы в этом немного, конечно, были затруднения. Но так как мы первый полугодовой отчёт сдали достаточно успешно, поэтому сейчас мы вот как бы смело уже смотрим... Уже приобрели определённый опыт. Да, определённый опыт, и смотрим смело уже, ну вот, на предстоящий годовой отчёт. Хорошо. А каковы итоги работы всё-таки вот по программе фонда президентских грантов? Да, итог, конечно же, то, что наши пациенты получили, во-первых, помощь, поддерживающая терапию, да, и нашей ещё большой победой является то, что, конечно, мы научились за этот период работать с грантовой программой, вот, проводить самостоятельные мероприятия, принимать ответственные решения, вот, потому что были моменты в период экспедиции, что нужно было принимать 7-минутные, такие вот конкретные решения, поэтому как руководитель проекта, вот, у меня для меня это была хорошая школа. Ну и самое главное наше достижение в том, что мы начали процесс объединения наших пациентов со спиноцеребулярной атаксией. Мы создали социальные группы, в которых они активно общаются, у них одни проблемы, вопросы, одни и те же беды, скажем, да, и им сообща решать их намного легче, нежели бы они были бы в одиночку. Хорошо. Ну и, конечно, хотелось бы знать о планах на будущее. Вы говорили о том, что этот грант у вас не единственный, я знаю, что вот на этой неделе стали известны итоги, я как говорила в самом начале нашей передачи, да, что еще 20 некоммерческих организаций нашей республики получили гранты, да, и ваша организация в том числе. Да, на прошлой неделе стало известно то, что мы стали опять победителями по обальной системе, победителями фонда президентских грантов, значит, со сроком действия до февраля 23-го года. То есть мы опять же получили один год работы, работа, конечно, будет достаточно трудоемкая, планы большие, и мы надеемся на поддержку медицинских организаций в наших будущих экспедициях и поддержку общественности. На это надеемся очень. Хорошо, дорогие друзья, напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 32 00 66 и 32 11 66. И сегодня мы говорим о тех некоммерческих медицинских организациях, которые получили гранты фонда президентских грантов и, соответственно, проводят мероприятие по улучшению здоровья нашего населения. И наш следующий собеседник – это врач-нарколог высшей категории, ведущий специалист автономной некоммерческой организации по анонимному консультированию и лечению алкогольной и наркотической зависимости «Лотос» в Республике Саха и Кути Лея Михайловна Неустроева. Хотелось бы знать вообще, какие организации у нас ведут борьбу с алкоголизмом в стране? В стране? Ну, в стране, как положено, наверное, основную борьбу ведут республиканские диспансеры, на которых возложена основная работа по лечению этих больных, куда доставляются больные в тяжелом состоянии. И вот самая большая нагрузка ведется, по-моему, на республиканских наркологических диспансерах. Ну и у нас в городе Якутске еще существуют частные клиники, которые тоже занимаются лечением данного категории больных. Конечно, хотелось бы знать о состоянии алкоголизации населения в нашей республике. Ну, вообще, проблема пьянства у нашей республики, да не только в нашей республике, вообще по всей России, наверное, стоит очень остро. Я как врач-нарколог с 30-летним стажем работы в данной области хочу сказать, что в последний год, 21-й год, был тяжел в этом отношении, потому что стали отмечаться на фоне, наверное, ковидных ограничений, ситуации пандемии. У людей очень повысилась тревожность, депрессивные состояния, и которые, наверное, логически ведут к злоупотреблению алкоголем. Очень много стало таких, вроде бы, стаж алкогольного, вроде бы мало, но уже оформленными такими состояниями запоев приходят к нам. Ну, и вообще отмечается депрессивное состояние, напряжение ощущается это очень сильно. Хорошо. На каком этапе вообще алкоголизма можно излечиться? И когда вот наступает необратимость? Ну, когда вы заметили в семье, что ребенок или муж, или брат, или сестра стали злоупотреблять, не надо молчать, конечно, потому что чем дальше молчишь, тем углубляется это вообще болезненное состояние. Поэтому надо сразу ввести к специалисту, определить уровень стадии поражения, да, и начать лечение. Может быть, на первых стадиях, возможно, просто беседой можно остановить, какими-то таблетированными формами. А когда человек уже уходит в запойное состояние, уже с такими грубыми нарушениями, изменениями психики, то, конечно, требуется уже медикаментозная помощь. Хорошо. А вот как меняется здоровье наших жителей в плане, например, употребления наркотиков? Опять-таки, лудомания есть. Это, наверное, то, что связано с этими заболеваниями, да? Да. Это все есть. Наши республики, к сожалению, они все существуют. Существует. В последнее время среди молодежи распространено употребление наркотиков, ну, в виде синтетических солей, как они говорят, да. Людоманов достаточно хватает. Очень распространено, по-моему, употребление наркотиков среди вообще молодежи. Детей, можно сказать, 14-15 лет уже идет употребление наркотиков. Да и в пожилом возрасте тоже вот ко мне приходили несколько клиентов, которые за 60 лет на энергетиках допились до слабоумия, до органических состояний. Но это все есть в нашей республике. Не надо на это закрывать глаза. Это проблема очень большая. Умалчивать, по-моему, вообще нельзя. Потому что это все ведет, конечно, это же катастрофа, трагедия в семье, когда человек или лудоман, игроман, все такие вот зависимости, это не есть хорошо. Расскажите, пожалуйста, вообще, как возникла идея создать вашу некоммерческую организацию «Лотос»? Ну, нашу некоммерческую организацию «Лотос» мы открылись, зарегистрировались в феврале 2020 года. Вообще, я как врач-нарколог, ну, решила сама заниматься вообще вплотную вот этой проблемой пьянства, потому что я объездила всю республику. У меня осталось только два северных улуса, где я не была, остальных республиках, в районах республики я была везде. И везде очень остро стоит проблема пьянства. Везде. Нету, например, поселка, где бы я бы сказала, что там нарколог не нужен. К сожалению, такого нет. Поэтому, конечно, тут должен быть для больных, наверное, выбор, куда можно обратиться. Не только наркология, куда можно, наверное... Они боятся огласки, там, учёта наркологического, да, который будет сказываться. Потому что, ну, наверное, можно было куда-то обратиться, например, да. Поэтому мы открылись в феврале 2020 года, лицензию получили, стали работать с августа месяца. Ну, и работаем где-то вот полтора года. И я скажу, что наша помощь очень востребована в определённых кругах. Ну, и нормально, по-моему, работаем, я так думаю. Хорошо. Я знаю, что вы выбрали для себя даже определённые площадки, где, в общем-то, работает ваш проект. О них расскажите, пожалуйста. Это микрорайон Марха и Ивыно-Батантайский район. Да. Вот почему именно их вы выбрали? Значит, мы выбрали посёлок Марха для реализации проекта гражданского... Ну, президентского гранта, да. Это у нас с сентября 2021 года у нас началась реализация, началась до сентября 2022 года у нас в течение года будет проходить проект на территории микрорайона Марха. Ну, Марху мы выбрали, потому что, ну, вроде бы, посёлок такой скученный, около 25 тысяч населения рядом с городом находится, обособленный. И проблема алкоголизации тоже есть там, да. Ну, поэтому как-то решили провести проект там. И Ивыно-Батантайский район, он вот как бы оказание помощи народу Арктике. Всё равно Северный Улус, всё равно надо как-то тоже помочь. На удалении? На удалении находится, специалистов нет. Ну, поэтому будем реализовывать там, поедем, наверное, где-то в марте, в апреле примерно с выезда. Хорошо. Дорогие друзья, продолжим нашу программу после небольшой рекламной паузы. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. И сегодня мы говорим о врачебных некоммерческих организациях, которые проводили свою деятельность в Год здоровья в Республике Саха-Якутия по программам Фонда президентских грантов. И сегодня у нас в гостях врачи, которые работают с больными, с алкогольной и наркотической зависимостью, а также с пациентами с наследственной атаксией и другими нейродегенеративными заболеваниями. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32-00-66, 32-11-66. Итак, Лея Михайловна, мы говорили о том, что были выбраны микрорайоны Марха и Эвен-Абытантайский район. Вот в чем особенность именно вот этих населенных пунктов? Там особенности нет. Просто мы решили оказать помощь поселку микрорайона Марха. И с 1 сентября у них там реализуется наша программа. Это будут участвовать большие лекторы. Будут проводиться в трех школах Мархи и Кадетская школа-интернат просветительские лекции. Много будет бесед, мероприятий. Ну, где-то около 20 мероприятий за год планируется провести среди населения с охватом. Ну, хотя бы где-то около полторы тысячи населения должно она знать. Будем устанавливать баннеры на дорогах с рекламой здорового образа жизни. И на базе нашей клиники будут проводиться бесплатные лечения алкогольной и наркотической зависимости именно жителей микрорайона Марха. И поэтому я думаю, что им надо воспользоваться этим подарком просто судьбы. Потому что этот проект у нас завершается в августе 2022 года. Надо им воспользоваться этим временем ограниченным. И обратиться к нам за реальной помощью. У нас высокопрофессиональная помощь. Весьма дорогостоящая. А в рамках проекта это все будет оказываться им бесплатно. Ну что же, это действительно здорово. И вот вы говорите, что помощь будет оказываться бесплатно. А вообще, что подтолкнуло вас принять участие в конкурсе фонда президентских грантов? Ну, мы хотим, вообще-то, улучшить состояние по алкоголизации. Потому что это большая проблема. Очень много алкомаркетов открывается. Мы сами видим, что в одном городе Якутске у нас около 500 объектов. Одних только алкомаркетов. Алкомаркетов, которые мелкие, там, лжи, кафе, баров. Их просто не сосчитать. Значит, спрос у населения же есть. Значит, кто-то же много пьет. Они же все почему-то на плаву работают же. Кто-то покупает. А противодействующая сила-то кто? Никто же не проводит эту работу. Поэтому мы хотим, чтобы народ меньше стал ходить в эти алкомаркеты, меньше покупать. Чтобы они поняли, что можно вылечиться от алкогольной зависимости. Абсолютно реальная вещь. Чтобы оздоровить ситуацию в семье, вообще среди населения. Чтобы верили, что это абсолютно реально. И не надо бояться наркологов. Надо идти, сказать свои проблемы, озвучить. Мы найдем выход всегда. Поэтому мы хотим вот как-то взбодрить народ, что есть реальные силы для преодоления вот этих большой, огромной проблемы. А вот как у нас обстоят дела именно с женским алкоголизмом? Все-таки год матери объявлен в этом году в нашей республике. Женский алкоголизм имеет место быть. В последнее время отмечается одиночное женское пьянство. Когда женщина вроде бы и работает, и на хорошей должности вроде бы. Все у нее есть, но тем не менее. Очень много таких вот женщин, которые одиночны. Одиночное пьянство вообще, это огромная проблема. Вообще проблема одиночества, по-моему, в развитии алкоголизации имеет важное значение. Надо им как-то, я не знаю, какую-то службу что-ли придумать, чтобы люди как-то встречались, женились. Потому что очень много одиноких, холостых и среди женщин, и среди мужчин, которые не встречают друг друга, они чувствуют себя невостребованными, никому не нужными. И в итоге, конечно, это депрессивное состояние, и начинается алкоголизация. И в последующем уже с развитием тяжелых форм алкоголизма, вплоть до смерти. И вообще алкоголизация это же смерть, это суицидальное поведение. Человек сам себя разрушает, погибает. Поэтому женский алкоголизм есть. И очень многое сейчас стало среди молодых девушек 22-23 года, до 30 лет. В будущем матери. И у них очень быстро спиваются, у них так галлопирующие течения алкоголизма тяжелыми клиниками. Это есть, конечно, к сожалению. Ну, какую просветительскую работу, на ваш взгляд, следует проводить, для того, чтобы все-таки проявлений алкоголизма было меньше? А, у нас телефонный звонок, давайте его примем. Алло, добрый день, слушаем вас. Это не я слышала. Меня врач-нарколог, хочу ее фамилию, и лотос, где находится адрес. Хорошо. Спрашиваю. Наш адрес, мы находимся по адресу улицы Джизинска, 15А. Одна из центральных улиц города. Да, около ДК Кулаковского. Джизинска, 15А. Хорошо. И мы сказали, что именно в рамках проекта жители микрорайона Марха и жители ВН Батантайского улуса абсолютно бесплатно получают здесь высоко квалифицированную помощь медицинских специалистов. Хорошо. Ну и я начала вопрос задавать по просвещению, по просветительской работе, которая должна проводиться, на ваш взгляд, для того, чтобы наше население все-таки меньше было подвержено вот таким очень, ну, скажем, тяжелым проблемам, таким как алкоголизм, наркомания, лудомания и так далее. Ну, просветительская работа, наверное, должна начаться в школе все-таки, потому что это будущие взрослые люди, они должны уже с начальных классов, они же все понимают, все видят, какая ситуация в семье, когда родители пьют. И поэтому должна вообще с детства начинаться работа по трезвости, ну, что-то вредная привычка, не надо пить, не надо спиваться, поэтому школа, наверное, имеет большое значение, психологи, учителя, которые имеют непосредственный контакт с детьми, родительские комитеты, общественные организации, вот они могут, наверное, реально проводить эти дела. А по лечению, это, наверное, я думаю, что если вы хотите эффективный результат от алкоголизма, это только очная работа больного и врача. Только очная работа. Когда можно, надо видеть больного каждый день, каждый день у него лечение меняется по состоянию, только очная работа дает эффективный результат. Ну, и в вашей работе, наверное, очень большое значение имеет психологическая работа, да? Наверное, и невропатологи, психологи работают с вами вместе в одной связке. Нет, ну, неврологов нет, но клинические психологи, у кого есть, если по показаниям, мы можем найти и клинического психолога, психотерапевта, кому надо. Ну, я знаю, что вы специалист с 30-летним, более чем 30-летним стажем, да? У вас, конечно же, в жизни были разные истории, много семей вы знаете, да, где люди страдали алкоголизмом. Все-таки хотелось бы на такой более-менее оптимистической ноте, да, завершить нашу передачу. Есть какие-то вот интересные истории, истории, как люди все-таки сумели победить свой недуг, встать на правильный путь? Таких историй много. Если бы не было таких историй с хорошим результатом, и даже не могу их так сразу вспомнить, но если бы не было бы результата, мы бы не занимались, потому что это абсолютно реально победить алкоголизм. Абсолютно реально. Я в это вообще, я знаю это и верю в это. Ну вот какие первые шаги нужно предпринять для того, чтобы побороть вот такой очень большой недуг? Самое главное, это не бояться врача, это подойти к нам на консультацию, ничего страшного там не происходит, поговорим, побеседуем, посмотрим. И там уже сразу видно уже уровень поражения, примерный план лечения уже практически сразу вырисовывается уже. Просто не надо бояться. А наркологов люди почему-то боятся. Да, вот есть у людей такая боязнь, что они не хотят огласки, огласки никакой нет, это абсолютно анонимно. Мы никого документа не требуем. Абсолютно спокойно можно подойти. Хорошо, давайте еще раз напомним, что проект «Трезвость. Норма жизни» был написан вашей некоммерческой автономной организацией «Лотос». И жители микрорайона Марха и Эвена Батантайского района могут получить совершенно бесплатно медицинскую помощь от высококвалифицированных специалистов. Да, да. И хотелось бы знать, конечно, каких результатов вы ждете от реализации своего проекта? Мы ждем результатов вообще изменения мышления у людей. Вообще изменения мышления, что можно жить без алкоголя, абсолютно спокойно. Можно не ходить в эти алкомаркеты, можно эти деньги направить на детей, на что-то хорошее. Надо поменять им просто мышление. Им надо прервать вот этот заколдованный порочный круг алкоголизации. Хорошо. Оксана Гавриловна, вот в завершении нашей программы, что бы вы хотели сказать нашим телезрителям, радиослушателям, для того, чтобы они обратили все-таки внимание на свое здоровье, на те, может быть, признаки, на те, может быть, семейные заболевания, которые есть, но о которых в последнее время как-то, ну, может быть, не принято говорить, о которых умалчивается и так далее. Ну, я просто скажу, что сам человек о себе знает очень много. Каждый человек заинтересован занимать в обществе определенную положительную позицию. Вот. И каждый сам знает свои ресурсы. Поэтому, если у вас отягощенная наследственность по наследственным заболеваниям, не надо об этом умалчивать, опять же, да, и активно идти к докторам на беседу, на консультацию. Вот. Врач-генетик вообще принимает тет-а-тет при закрытых дверях без присутствия третьих лиц. Значит, доктору можно рассказать и про свою наследственность, значит, конкретно про работу врача-генетика, если хочется сказать, то, что наши пациенты, они не до конца знают свою родословную, там, скажем, до третьего, четвертого колена. Редко такое бывает, да, потому что наши родители являются детьми войны, вот, поэтому связь достаточно бывает вот прерывистая. Но мы можем построить цепочку и помочь таким семьям. И помните, что ваше здоровье в большинстве своем зависит только от вас. Хорошо. И в завершении нашей программы пожелания? Ну, ждём мы жителей микрорайона Марха. Надеемся на самый лучший результат. Да, и жители Эвена-Бутатайска. Эвена-Бутатайска, район, мы приедем к вам. Хорошо, у нас совершенно бесплатные консультации. Да, консультации, лечение, абсолютно бесплатно. Хорошо, дорогие друзья, я благодарю вас за то, что вы сегодня пришли к нам в студию, рассказали о своих проектах, над которыми вы работаете. Это была программа «Якутск. Сегодня». Её подготовила и провела редактор Сергея Антонова. Всего вам самого доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok